Здравствуйте! Сегодня мы с вами держим путь в Сафроньевский монастырь. Полное название Сафроньево-Молчинская Печерская пустынь Рождества Пресвятой Богородицы. Православный мужской монастырь Конотопской и Глуховской епархий Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, расположенный на Чудной горе в селе Новая Слобода Сумской области. Как я уже сказала, монастырь находится на Чудной горе, поэтому дорога все время ведет в гору. Мы едем к монастырю. Он находится высоко очень. Точная дата создания монастыря и имена его учредителей неизвестны. По преданию, первые монахи поселились на горе Чудное. В XI-XIII веках в историко-статическом писании Сафроньевской пустыни. За 1837 год утверждается, что монастырь был основан еще в эпоху крещения Руси. Также возможно, что его основали греческие монахи, прибывшие с митрополитом Михаилом. По другой же версии, монастырь был основан уже на время прихода на Русь-Православие, правлении князя Владимира в 1980-2015 годы. Существует также версия позднего основания Сафроньевской пустыни, согласно которой ее основали монахи Киева-Печерской лавры, которые оставили Киев из-за нашествия орд-монгола-татар, которые в 1240 году почти до основания уничтожили город и его святыни. Как об этой трагедии подано в летописи. И поднялся страх и ужас большой, когда не только киевляне бежали из Киева, но и иноки Феодосиева монастыря, то есть Киева-Печерской лавры. Вот мы уже подъехали к вратам Сафроньевского монастыря. Архитектурный комплекс Сафроньевского монастыря создаёт несколько сооружений, центральным из которых считается «Надвратная Покровская церковь». Эта церковь двухэтажная, выполнена в стиле казацкого барокко. В храмовом сооружении можно проследить черты современных архитектурных приемов. Она была частично разрушенной в советское время. Храм был восстановлен в 2000-х годах, а в праздник Покрова Божьей Матери 14 октября 2010 года он был освящен. Вот он перед нами. по левую сторону от церкви находится корпус монашеской трапезной. Позже мы к нему подойдём. Он интересный тем, что со стороны монастырского двора кажется одноэтажным, а если подойти ближе, двухэтажным. Зрительный эффект обусловлен тем, что трапезная расположена на холме. Так или иначе, но наиболее вероятным представляется, что именно монахи Киева-Печарской лавры, спасаясь от захватчиков, основали Сафроньевскую пустынь. Они поселились на чудной горе, назвав её так, возможно, за большой лес и несравненную красоту природы этого места. Известно, что во время правления литовского князя Александра Ольгерда 1345-1377 на этом месте уже был монастырь, которым управлял архимандрит Филарет. В конце 14 века пустынь получила набеги кочевников-тюрков, которые ограбили и полностью разрушили обитель. Рассказывает, что осенью 1405 года на чудной горе над болотом Молча появилась чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Это место в 20 верстах к востоку от Путивля. И тогда входила в Путивольскую волость. Местные жители сразу же заметили святыню. Опять же, по некоторым преданиям её обнаружил Бортник. На месте чудесной находки люди поставили небольшую деревянную церковь Пресвятой Богородицы. Со временем у неё начали селиться монахи-отшельники, сооружая неподалёку пещеры на склонах холмов для проживания постоянных молитв. Впоследствии здесь, собственно, и возник небольшой монастырь. Его назвали Молчанское Рождество Богородицы пустынью. А в 16 веке пустынь разрослась и превратилась в большой монастырь острог. Поэтому монахи, которые в нём проживали, приобрели несколько осадных дворов, где поставили церковь Флора и Лавра и возвели во строге храм Рождества Богородицы примерно в 1580-х годах. Однако монастырь, который развивался в 1592 году, был сожжён крымскими татарами. Выжившие монахи в следующем году, по другим данным, только в 1605 году во главе с Игуминым Пахнутем переселились в Путывлю, где преобразовали монастырское подворье в монастырь. Бывшая пустыня перешла в владение нового монастыря, а позже превратилась в его пасеку. В 1605 году Сафроневский монастырь был разграблен войском Лжедмитрия I, направлявшегося в Москву. Интересно, что в составе войска, в частности, насчитывались двести тысячи донских казаков. 17-18 века были периодом расцвета Сафроневской пустыни. В 1630 году на территории монастыря построили первую каменную церковь Рождества Богородицы. А в 1653 году вокруг него был восстановлен уничтоженный в прошлом монастырь. За большие заслуги Кумина Сафрония монастырь впоследствии стали называть Сафроневским. А после смерти Сафрония в 1692 году это название стало официальным. пустынь стала настолько известной, что по легенде сама империатрица Елизавета Петровна выразила желание его посетить. И в 1744 году она приезжала в Сафроневскую пустынь, прибыв в эту пустынь, приняла участие в освящении новых церковных сооружений. и в 1757 году была вот эта построена церковь, надвратная Покровская церковь. После прихода большевиков к власти было уничтожено в том числе и большое число православных святынь, памятников, изобразительного искусства и литературы, а нередко их авторов и заодно и лиц, оказавших сопротивление действиями по уничтожению культурного и духовного наследия. Не обошли эти события и Мулочинской и Сафроневской пустынь. Впоследствии бывшим насторе превратился и в детский дом, и в концлагеря был. В общем, до вернули церкви только в 1999 году. А в 2001 году монастырю была подарена икона Иверской Божьей Матери, которая, к сожалению, за год бесследно исчезла. Иконы нашли случайно среди старых вещей в одном из сараев. Вот такая. Это все, что осталось на данный момент на такой вот горе. Это трапезная, монашеская трапезная, которая при ближайшем рассмотрении оказывается не одноэтажная, а двухэтажная. Вот сохранились руины. Это бывший больничный корпус, построенный на русском стиле. Вот что сохранилось до нашего времени. здание. такая вот трапезная монашеская. Как оказалось, двухэтажная при ближайшем рассмотрении. Хотя издалека кажется одноэтажным зданием. Монастырь имеет и подземную часть, пещерный комплекс, малоизученный и сегодня. На сегодняшний день в частности удалось исследовать только незначительную часть подземных ходов. Например, на восточных склонах Сафроневского монастыря выявлены два до сих пор неизвестных хода. Очевидцы утверждают, что они напоминают подземную часть Киево-Печерской Лавры. В наше время Сафроневскому монастырю было выделено около десяти земли, где монахи сажают и выращивают картофель и другие овощные культуры. Сейчас мы с вами будем двигаться к выходу из пустыни. Вот так еще раз взглянем Сафроневскую трапезная покровская. Вот пасека монахов и поля, на которых сажают монахи. лавры, 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 лавры. Продолжение следует...